В СУКО сотрудники полиции раскрыли преступление по горячим следам и задержали грабителя. В станице Гостогаевской совершено и сразу раскрыто дело о разбойном нападении на женщину 39-го года рождения. В ходе проверок магазинов и торговых точек из продажи изъяли 230 литров алкоголя без разрешения на реализацию, и хозяева трех магазинов понесут ответственность за продажу спиртных напитков несовершеннолетним. На прошедшей неделе прошли плановые и внеплановые проверки иностранных граждан. Сотрудники полиции составили 19 протоколов о нарушениях. Шесть выходцев из стран ближнего зарубежья выдворили за пределы России. Отчитался о проведенной работе своих сотрудников начальник миграционной службы в Анапе Андрей Дубошин. Специалисты проверили 272 иностранных гражданина, раскрыли 32 случая фиктивной регистрации. Троих нарушителей выдворили. Общая сумма взысканных штрафов – 72 тысячи рублей. С иностранных гостей и россиян, предоставивших условия для нарушений. Еще одна категория нарушений – самовольное строительство в городе. Показательный процесс сноса самостроя на улице Крестьянской 3 приостановил активность горе-строителей. 70 анопчан обратились с заявлениями об изменении целевого назначения участков. Закон о послушных застройщиков власти города поддерживают. Нарушителей ждет наказание. За неделю у меня подписано 10 исковых заявлений на снос зданий. И я надеюсь, добьюсь и меня поддержат правоохранительные органы и судебная система. Потому что у меня даже нет слов, как бы, корректно объяснить ситуацию. Например, Евскина, 18. Получено разрешение в установленном законном порядке на двухэтажный магазин. Сегодня уже пошел сверху многоквартирный жилой дом. При этом имеют три этажа. Мы подали в суд. Застройщик тоже обратился в суд за разрешением на возведение уже семиэтажного здания. По факту нарушения проведут проверки. Светлана Яровая напомнила руководителям городских управлений. В прошлом году были приняты два основополагающих документа, которые должны стать настольными книгами для чиновников. Это генплан развития города и правила благоустройства территории. До конца недели начальники ответственных служб должны внести свои предложения и рассмотреть на сессии Горсовета 6 февраля. Сформировать программы инфотуров для семейного и детского отдыха, подключиться к единой системе ситуационного центра и привести пляжи в порядок. Заместитель мэра Анапы Юрий Поляков поставил задачи на неделю. Мэр Анапы Сергей Сергеев протестировал руководителей на планерном совещании. Простой вопрос мэра многих сидящих в зале поставил в тупик. Куда звонить и обращаться на пчанам, если возникла чрезвычайная ситуация? Куда человеку обратиться? Он берет телефонный справочник, я так думаю, у тех, у кого он еще есть, и начинает звонить. И вот Олег Владимирович, я почему задержался, я не нашел телефона, куда человек может звонить в администрацию. Проще всего я поднял краевого справочника, который они каждый год, ну, ты же работаешь, да, обновляют, очень мудро сделаны. И управление есть оглавление, и пофамильное есть оглавление, семинарное общество. И нашел Анапы, и нашел главу 3.16.36 при сервисе. Тогда у меня возникает вопрос, почему не этот телефон переключается на дежурного ночью. Телефон приемной главы города-курорта 3.16.36 должен работать круглосуточно. Ночью его переведут в режим доступа дежурных в администрации. Также круглосуточно можно обратиться за помощью по телефону 3.95.12. Телефон единой дежурной диспетчерской службы 3.20.94. По данным начальника отдела гражданской обороны, за год на этот телефон поступает до 120 тысяч звонков, 400 обращений в сутки и 600 за последние сутки из-за чрезвычайной ситуации в сельских округах. Напомним, ночью из-за обледенения в сельских населенных пунктах оборвались электропровода, лишив селян света. Последствия устраняют. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион.